денис приветствую тебя привет всем традиционная встреча для четверга этого дня мы как и всегда обсуждаем с тобой рынке подсвечиваем нашим подписчикам и тем кто следит за аналитическим контентом с нашей страны возможности которые сейчас можно использовать и сегодняшний выпуск опять же он как раз в преддверии очень интересных фундаментальных отчетов которые точно приведут движение ноги инструменты заседание опек это то что потенциально может стать серьезным триггером для движения рынка нефти и точно стать я надеюсь то что в конечном счете нефтянка сможет сохранить восходящую динамику хотя предлагаю к нефти вернуться чуть позже и сегодня еще выйдет отчет по индексам расходов наличные потребления в сша эту статистику не нужно недооценивать потому что для федрезерва это один из наиболее предпочтительных индикаторов оценки инфляционной составляющей в сша то есть если мы вернемся к теме того что все движения курса доллара в последние недели они напрямую были связаны с ожиданиями изменения инфляции и того как это изменение повлияет на политику федрезерва то конечно же отчет который подсвечивает данные по инфляции он изначально обладает потенциалом стать источником серьезных движений по доллару и я остаюсь как бы предан своим прежним убеждением что индекс доллара легко может обновить локальные минимумы потому что сейчас трудно ему выбраться с этой зоны вот этого затяжного падения потому что постоянно говорят о том что раз инфляция снижается какой смысл тогда ужесточать политику или даже держать ставки на тех высоких уровнях на которых находится сейчас давай тогда демонстрация крана начнем мы с моей с меня скажем так момент прежде всего индекс доллара который традиционно рассматриваю 102.83 текущей котировки снижение продолжается опять же сейчас рынок нуждается в дополнительных триггерах как я уже отметил это триггер сегодня может появиться в виде отчета по индексу расходов на личное потребление и под конец недели раз уж у нас следующая встреча будет только через неделю хочу обратить внимание что в пятницу то есть завтра тоже скучать не придется потому что ждем индекс активности производственного сектора см еще и выступлением главы американского регулятора джерома паула если уж на этой неделе голосующий член федеризировал волос наделал так много шума когда собственно и подсветил что зачем повышать ставку когда инфляция снижается если паула будет придерживаться такой же риторики либо похожий то может быть мы увидим этот доллара уже до конца этой недели на более низких значениях параллельно с динамикой индекс доллара предлагаю рассмотреть еще рынок драгоценных металлов в частности золото текущей патировки 2044 доллара за треску унцию очень высокая корреляция сейчас с индексом доллара то есть восстанавливается мы некоторое время назад свыкли с тем что доллара и золото могут ходить в одном направлении то сейчас эта корреляция почти стремится к коэффициенту 0.8 это значит то что если доллар снижается индекс доллара золото растет и как я уже отметил поскольку вижу потенциал дальнейшего снижения курса американского доллара я полагаю что золото которое сейчас топчется очень близко к отметке 2050 скажем так рядом с психологическим рубежом даже это еще не пределы для роста и золото может сохранить восходящую динамику обновить уже максимумы которые мы видели некоторое время назад в диапазоне двух семидесяти двух восьмидесяти долларов за унцию за одну сессию золото легко может прошагать 20-30 долларов эта неделя тому подтверждение я также еще сохраняю оптимизм и веру то что золото может выйти на новый максимум на основании рыночного сантимента поскольку толпа трейдеров 75 процентов находится в коротких позициях и всегда подсвечиваю что если на рынке есть такое позиционирование когда толпа инструмент покупает либо шортит это должно наталкивать на идею и мысль о том что рынок никогда не за заработать большинству то есть в данном случае я думаю и я почти уверен то что путь наименьшего сопротивления для золота это движение вверх поэтому сохраняем оптимизм в отношении рынка драгоценных металлов и жду новые максимумы даже покупка стекущих уровней мне кажется может быть и рискованное предприятие но риск это благородное дело и в последние недели по золоту стратегия даже агрессивные покупки этого металла принесла очень хорошую прибыль так денис еще один актив который считаю уместным сегодня рассмотреть если с твоей стороны тоже будут какие-то сигнальчики будет классно это рынок нефти но с точки зрения фундамента я уже отметил что заседание опек ждем решения я думаю что задача все-таки стану ближневосточного картеля кулуарна это обеспечить условия для роста котировок нефти до высокопарные у них тезисы и заявления о том что их главная задача это стабильность на рынке углеводородов но на самом деле они хотят получить просто больше прибыли от основного источника для многих стран экспорта и я допускаю что если эта цель действительно присутствует она наверняка есть то сегодня страны альянса опек плюс попробуют поднять котировки вверх каким образом либо намеком на возможный пересмотр квот по добыче например если спрос будет снижаться либо опять же все на себя может снова взять саудовская аравия заявлением о том что видит условия необходимости или рассматривает или скажем так допускает возможности и готова продлить действие добровольного сокращения производства нефти например до конца первого квартала может быть даже еще и на первое полгода всего следующего года если такого рода тезис сегодня будут озвучены я полагаю что этот рост который мы сейчас видим по бренду бренд 83 55 долларов за баррель будет продолжен и мы в конечном счете закрепимся выше 85 и там уже будем метить и целиться на новые локальные максимумы я оптимист в отношении рынка нефтянки и даже идея курса американского доллара ожидания снижения тоже как бы попутный ветер сейчас для всех сырьевых инструментов потому что чем слабее доллар тем более привлекательным являются сырьевые активы короче нет вера так денис слова передаю тебе отлично но что сказать я рад я очень рад что у нас мнение совпадает потому что техническая картина как раз очень четко подтверждает вот те условия те уровни вот которые ты озвучил поэтому я бы хотел как раз внести чуть больше конкретики уже непосредственно по ценовым уровням то есть какие значимые и чего дальше ожидается значит начнем с евро по евро у нас сейчас формируется как я лично считаю коррекционное движение то есть движение вниз у нас не более чем откат этому также косвенно подтверждает очень жестко отрицательно кумулятивная дельта при росте цены вверх то есть другими словами когда цена падает вниз здесь понятно что проходят рыночные продажи но по битву также еще у нас показаны лимитные покупатели поэтому каждый раз когда у нас продолжается рост цены при этом совпадая с обратно корреляционным движением по кумулятивной дельте у нас в основном происходит добой выше сейчас именно такой случай поэтому я считаю что движение вниз у нас коррекция цена очень близко уже находится к 1 2 маржинальной зоне к нижней границе восходящего канала и зоне покупатель 1 0 8 87 1 0 9 30 и с этого диапазона если все-таки смогут добить то с этого диапазона ожидая выход вверх вот в область как раз один десять с половиной один одиннадцать это самый сильный диапазон сюда уже по опционам как раз ждут еще с даже позапрошлой торговой недели и по на торговке вот один десять восемьдесят есть уровень плюс контрольная маржа сюда попадает в общем классно на самом деле очень сильный диапазон с этого диапазона дальше возможно кстати говоря тоже коррекция потому что я не думаю что сейчас уже хватит силёнок расти вот прям без откатов мы уже видим что после серьезных импульсов которые были еще в середине ноября сделаны то цена потихоньку начиная да она продолжает движение вверх но с периодическими откатами поэтому думаю что следующий откат будет как раз вот в этом верхнем диапазоне и сейчас в всяком случае я не вижу условий при которых у нас ну не будет добоя вверх то есть у меня например получается только через вот такого добой выше а там уже в процессе будем смотреть единственное что цена может спуститься в эту область поэтому не стоит об этом забывать что что не обязательно рост прямо с текущих потому что то и крупных объемов пока что еще нету и по опционам еще внизу даже чуть ниже зоны все равно закидываю достаточно значимые области для хеджа так кстати говоря было у нас еще и на прошлой неделе здесь тоже вот покупали как раз от аналогичной зоны в сочетании с опционным хеджем и сейчас уже вот красиво получилось закрыть так что по евро сейчас я лично за локальный добой вверх по поводу индекса доллара здесь естественно все в зеркальном виде относительно евро в зонкам у нас здесь конечно очень распилена что мне не не очень нравится с позиции прям точности анализа потому что здесь несколько зон у нас вот раз вот здесь вот два и такая вот мелкая трига эту кстати мелкую сегодня уже увидели но что-то мне кажется что могут еще там попытаться какие-то забросы вверх сделать возможно кстати говоря на фоне встречи опек плюс если ее опять не перенесут потому что там уже ходят такие слухи но в целом где-то вот в районе 103 10 103 36 где-то вот в этом диапазоне плюс-минус здесь еще раз подчеркиваю что диапазон размазан к сожалению вот то все равно ожидая добой вниз а вот по поводу цели я открутил вертел индекс доллара ну получается что следующий уровень разве что находится в районе 101 50 то есть попутно здесь именно серьезных значимых стратегических уровней поддержки просто нету вот поэтому меня 101 50 а там дальше уже будем в процессе смотреть в общем пока что да нисходящее движение по индексу доллара актуально собственно то же самое нас просматривается и по евро и по всем остальным валютам в противовес золото значит золото у меня как раз была такой план перехват на текущую неделю это добой до уровня 2050 его благополучно сделали здесь очень сильно сильно технически опционное сопротивление и цена как раз в этом диапазоне вот у нас сейчас зафлетела и самый главный вопрос это конечно же как всегда будет ли коррекция потому что заранее к сожалению мы не знаем я лишь могу сказать что если коррекция будет то самая лучшая область для покупки вот она достаточно большая 200 пунктовая да но она расширена с помощью зоны покупателей более старшего таймфрейма в сочетании также с двумя опционными такими средней силой проторговки дальнейшая цель стратегического роста вплоть до уровня 2100 ну здесь прям видно как опционами закидали просто сумасшедшие интересы причем эти заливки были сделаны еще позавчера 28 ноября поэтому агудане в район 2090-2100 здесь просто колоссальная я более чем уверен что цена в том районе побывает единственный вопрос или сразу пойдут вверх или через коррекцию вниз поэтому не стоит не стоит исключать ни один из этих вариантов потому что могут просто такую небольшую проторговку локальную сделать как немножко флайта поднабрать дополнительно силеных и потом уже двинуть выше поэтому я лично за продолжение роста по золоту что касается нефти значит по нефти полностью солидарен и буквально вот за две минуты до начала нашего с тобой брифинга как раз закрыл здесь половину покупок на 78 50 почему потому что да сегодня 30 ноября заседание онлайн заседание пик плюс причем там будут заседать заседать они в трех форматах начале встречи опек по поводу перспектив возможного снижения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в сутки потом заседание опек техническая часть и потом еще и финансовая короче там три заседания будут поделено начинается но уже началось но сколько я знаю в 17 часов по киевскому времени его переносили это заседание пи первое именно может конечно опять что-то поменялось потому что это уже второе изменение которое происходило вот и я согласен в плане дальнейшего роста здесь остаток покупок удерживаю у меня общая цель получается вот по аукционам прям очень четко видно что заливает интерес движение в район 81 50 именно здесь у нас стоит тейк профит и плюс ко всему на этом же уровне у нас находится находится стратегическое сопротивление то есть если в целом посмотреть как цена двигалась то получается что вот в этом диапазоне у нас происходило как некое вращение то есть цену видели уже с обеих сторон и формировали отскок поэтому я лично только за добой вверх вот к этому диапазону как раз пробой от этого нисходящего канала и потом уже будем смотреть там через коррекцию какие-то дополнительные входы у нас в принципе запросто могут быть вот так что да я точно также за ростом 81 50 но это по нефтемарке в этой по брендус это соответственно там где-то восемьдесят три с половиной или около того приблизительно получается там где-то в пару долларов разница так что да нефть вверх золото либо стекущих либо после коррекции вверх индекс доллара вниз после окончания коррекции евро после окончания вот этой коррекции вот в этой зонке самые выгодные буду искать покупки денис спасибо тебе за рекомендации классно действительно что техника и фундамент сейчас на одной стороне еще и психология кстати на нашей стороне если говорить про 10 большинства меньше главное чтобы рынок был на нашей стороне да теперь вот осталось скажем так за малым как рынок поведет себя на самом деле поводов и подостаточно сегодня статистика из сша заседание опек завтра снова статистика сша пресс-конференция паула на следующей неделе как и всегда все обсудим но думаю что уже точно будет еще больше чем поговорить потому что после такого фундамента рынки оказываются на совершенно новых уровнях денис большое тебе спасибо что обсудил со мной рынки дал ориентиры подсветил тебе хорошего закрытия этой недели и классных выходных спасибо тебе тоже благодарю за фундаментальное мнение текущей ситуации ну и конечно традиционно нам всем прибыли спасибо денис пока пока-пока 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 Продолжение следует...